Здравствуйте! Это 230 выпуск, будет достаточно короткий, но он будет посвящен трем очень важным вопросам. Первый вопрос это то, что Александр Петров стал официальным представителем британской фирмы БУПА страховой, которая делает страховые полисы студентам. Конечно, наш колледж и некоторые университеты, и другие учебные заведения напрямую работают с БУПА, но так удобно для всех, так удобнее и даже для нашей образовательной группы, чтобы вы работали через меня. Почему? Потому что работа со страховой компанией, она достаточно неприбыльная, потому что небольшой процент, который вы платите по страховке, то есть при заключении договоров на страхование, не покрывает тех затрат времени и сил, которые тратит учебное заведение и менеджмент на то, чтобы работать с вашими клеймами. Плюс к тому же зачастую работаете с клеймами вы сами, а соответственно это все ложится на меня. Поэтому тогда, наверное, будет честнее, чтобы я этим вплотную занимался. Поэтому те, кто будут страховаться сейчас, и те, кто будут проплачивать через меня, те будут получать страховые полисы и получать мою всестороннюю помощь, работая с этой страховой компанией. Те же, кто этого делать не будут, соответственно у них нет механизма в таком случае. Если они не проплачивают через меня учебу, значит они не проплачивают через меня, естественно, и страховку. Соответственно они будут этим заниматься сами. Преимущество компании Bupa, это бывший MBF, в том, что у них достаточно недорогие полисы. Хотя, если честно, практически все компании приблизительно берут одни и те же деньги. Но все-таки у Bupa в основном все немножко подешевле. Когда это приходит к таким срокам, как 4 года и выше порою, в том числе вот сейчас первый студент, которого застраховали, у него срок 52 месяца. В этом случае вообще-то разница достаточно ощутимая становится. И преимущество Bupa в том, что работая с Bupa, страхуясь с Bupa, вы получаете те же самые права, что получают и граждане Австралии. А более того, вы и платите приблизительно те же самые деньги, потому что есть такая леви, так называемая, которую платит любой налогоплательщик, в том числе и я, то есть кто зарабатывает деньги и платит налоги. И, соответственно, мы платим немножко даже большую сумму, чем вы платите за страховку, как студент-иностранец. Это оптимальное, наверное, положение. Соответственно, работая с bulk funding докторами и вообще со всеми медицинскими учреждениями, с которыми работаем мы, не платят денег, вы деньги платите, но получаете 100% ваших клеймов обратно. Очень удобно и хорошо. К сожалению, политика всех компаний, кроме компании Medibank Private, что семейная страховка – это тройная сумма от одиночной страховки. У Medibank Private это двойная. Соответственно, невыгодно страховаться с Bupa, ну, по крайней мере, если вы не собираетесь болеть, невыгодно страховаться с Bupa, и выгоднее страховаться в этом случае для семьи с Medibank Private. Опять-таки, для семьи, где два человека или два человека и один ребенок. Если семья большая, соответственно, хотя бы четыре человека, выгоднее страховаться все-таки, по всей видимости, с Bupa, просто потому, что в этом случае вероятность того, что четыре человека будут болеть, ну, достаточно велика. То есть, кто-то из четырех. И в этом случае сумма всех клеймов, которые вы недополучите, будет достаточно велика, и она перекроет разницу стоимости страховки. Потому что, работая с Medibank Private и всеми остальными компаниями, кроме Bupa, вы будете получать 85% возврата, а не 100%. Ну, можете посчитать, что разница на, предположим, на 27 месяцев, будет у вас приблизительно 1000 долларов. Разница в стоимости с Medibank Private, если идти или с Bupa на этот срок, там, более двух лет. Если учесть, что вы теряете каждый раз 15%, то, в общей сложности, если накопится порядка 6000 долларов клеймов, в этом случае уже становится Bupa выгоднее. Для людей, которые не болеют, может быть, допустим, какая-то семейная пара, может быть, это неактуально, и надо идти с Medibank Private, и я на это вас благословляю. Что касается случаев, например, когда серьезное повреждение нанесено, то одна операция может, в общем-то, съесть все. То есть, один только визит к врачу со всеми рентгенами и так далее, все вместе у вас съест больше денег. Но считайте сами, я скажу так, что для людей, которые едут в одиночку, или семейные, когда 4 человека едут, по всей видимости, Bupa удобнее, даже, скажем так, абсолютно удобнее. Для семей, состоящих из двух человек или трех человек, то есть, семья с одним ребенком, я рекомендую все-таки Medibank Private, то есть, заявляйтесь сами в этом случае, или я могу это сделать через университет, то есть, проплату вы делаете через меня, но работаете, в общем-то, с компанией напрямую. Второй вопрос, это вопрос о том, что сейчас ввели новые рекомендации, третий этап внедрения Michael Knight Review, и этот третий этап подразумевает то, что если вы подаетесь на обучение в университете или на пакет с курсом ЭЛИКОС, то есть, с английским языком, как в нашем случае, это, ну, предположим, год английского и два года магистратуры в СИКИЮ, в университете центрального Квинсленда, в этом случае вы рассматриваетесь по некоторым документам, но не по требованиям, допустим, к английскому языку или еще что-то серьезное, вот, вы рассматриваетесь как уровень подхода первой, то есть, грубо говоря, вас рассматривают быстрее и благожелательнее. Я думаю, что для настоящего студента, который, ну, опять-таки, избегает 572 визы, это, как бы, наша проклятая виза, вот, это когда имеется в виду VET-сектор, то для таких студентов, настоящих студентов, разницы нет, университетский или не университетский сектор, тем более, что 573 виза, которая идет с неуниверситетским сектором, тоже, как, например, Williams Business College, она вам позволяет получить все те же удовольствия, кроме того, что, может быть, посольство будет рассматривать это, это, скажем так, это заявление немножко дольше или, может быть, пристальнее. Я не знаю, насколько это будет играть роль, но мой опыт работы с такими учреждениями, как Navitas, то есть, где не имеется в виду университетский сектор, говорит о том, что, если, опять-таки, мы не берем VET, 572 визу в VET-сектор, в общем-то, университетский, не университетский сектор, подход, ну, очень близкий или одинаковый. Все зависит от того, какие документы вы принесли и какой вы студент, как вы показались, скажем так, работнику посольства. Третий вопрос, который бы хотелось осветить, это вопрос, который поднял Артур, буквально вот позвонил и сообщил радостную вещь, что теперь 40 часов можно работать студенту. Правда, у него такой работы нет, но, в принципе, может такое случиться. На что пришлось, как говорится, дать определенное пояснение, что не 40 часов в неделю, а 40 часов в 2 недели. И более того, можно выбирать любые 2 недели смежные. То есть, если в какие-то 2 недели вы проработали 50 часов, то надо просто посмотреть, может, и другие 2 недели вы проработали 10 часов или 30 часов. То есть, грубо говоря, если вы работали в неделю 15 часов, в другую неделю 25 часов, в третью неделю 25 часов, и в четвертую 10 часов, ничего страшного нет. Первые 2 недели вы работали 25 плюс 15, 40 часов, и вторые 2 недели работали 25 плюс 10, 35 часов. То есть, вы не нарушили закона по новым правилам. Теперь уже не будет браться какая-то календарная неделя и ловить вас за то, что вы отработали в эту неделю больше 20 часов. Более того, если вы работали в неделю 40 часов, но в смежную неделю работали ноль, то есть, не работали вообще, в этом случае вы не подлежите никаким репрессиям. Я думаю, что это немножко осложнит задачу Департаменту иммиграции в плане ловли нарушителей, и всегда уже будет оставаться лазейка для того, чтобы как-то оправдать свое нарушение, где-то обсчитался и так далее, и так далее. Но я к этому, кстати, вас не призываю. Но это дает больше гибкости. Мое ощущение, то, что все-таки, наверное, правительство прощупывает возможность, чтобы вы работали больше. Но посмотрим. Вот на этом 230 выпуск закончен. Спасибо.